как умер езид сын муави по поводу того как умер езид имеется несколько версий то есть исторических версий передано несколько преданий которые рассказывают о его о том как он умер умер он шестьдесят четвертом году 14 раби юля валь через три года и восемь месяцев после того как он взял свои руки власть по поводу версии его смерти и таких несколько одна из версий гласит что он получил алкогольное отравление то есть он был отравлен алкоголем то что он распивал алкоголь это как бы ни для кого не секрет современные салафиты пытаются игнорировать это но это исторический факт и не только шиитские историки шиитские ученые но и сунницкие исследователи и историки об этом ясно и недвусмысленно говорят например шам судин до обе свои книги с я рвала ману бара ясно и двусмысленно об этом говорит что язид ибль муавия распивал спиртные напитки обратите внимание это пятый том шестая страница книга я просто приведу цитату заби рассказывая про язида говорит кана повиян что он был сильный то есть он физически был сильнее шуджоан был смелый в район у него было свое мнение ва хазмин он обладал волей ва фитна и был сообразительным ва-фаса-хатин был красноречивым вала хуши рон джайи то что у него были хорошие стихи ваканы на оси биян и что он был на себе там то есть он это шам судин за обе пишет что язид был на себе там что он ненавидел семейства посланника лавана лавана и как мы знаем насебиты мусульманами принципе не являются они те кто вышли из ислама потому что ненависть к аль-бейт ненависть в частности к леби набитали более салат висалам выводят человека из веры и религии и это единогласно поэтому поводу никаких разногласий нет фазан что он был грубые неотесанный, гализан что он был жесткий джальфан, что он был невоспитанный и обратите внимание, Шамсудин говорит и что он употреблял спиртное и совершал грехи совершал то, что является мункер порицаемым и он начал свое управление убийством и он закончил свое управление резней, которую устроил в священных городах в двух святынях, так называемых современных Медине и Мекке и также и другие ученые, в частности иблини Касир об этом говорят это не является каким-то секретом или чем-то невероятным то, что Езид был алкоголиком что он распивал спиртные напитки что особого внимания он исламу не уделял и совершал спокойно грехи причем открыто это делал поэтому то, что он умер версия о том, что он умер от алкогольного отравления оно не должно никого удивлять это одна версия это одна версия другая версия гласит что он, будучи пьяным посадил свою обезьянку у него была ручная обезьянка с которой он часто игрался он посадил на осла осел был не был дикий не оседленный он посадил свою обезьянку на осла и осел помчался куда-то и Езид сел на лошадь и помчался на лошади за этим ослом бежал скакал на лошади за ослом и упал с лошади ударился головой и умер то есть опять-таки в пьяном состоянии оседлал лошадь упал с лошади и умер это вторая версия третья версия гласит что он умер от плеврита плеврита плеврит третья версия четвертая версия гласит что он пьяным заснул и на утро его нашли мертвым что он был весь черным описывается что он весь черный его тело было совершенно черным когда его обнаружили утром мертвым еще одна версия гласит о том что камень пущенный из катапульты из этого камня вылетел осколок попало ему в лицо и он какое-то время лежал будучи больным и потом от этой болезни умер и последняя версия гласит что он был убит отравлен отравлен дочерью дочери хиджира ибн аудея сальма да ее звали сальма сальмой сальма дочь хиджира ибн аудея отравила его это вот еще одна версия это те версии которые повествуют о том как умер язык ибн аудея хиджира хиджира